Всем привет! Сегодня я хочу вам показать специи, которые я использую здесь, в Чехии, на своей кухне при приготовлении чешских блюд, азербайджанских блюд, а также я готовлю блюда китайской кухни, индийской кухни и итальянской. Ну, вот так я храню свои специи, в основном в таких двух пластиковых коробках открытых. Итак, начатые пакетики со специи я просто закалываю прищепками. Для меня это более удобный способ, чем пересыпать каждую специю в какую-то отдельную баночку, открывать ее. Когда я просто готовлю, и мне нужно просто быстренько открыть какой-то пакетик и быстренько взять, не знаю, перец молотый или корицу, то я просто открываю прищепки и все. И это у меня уже в руках, мне это больше подходит, эта версия. Конечно, выглядит вроде, наверное, не очень аккуратно, но я стараюсь наводить порядок регулярно в этих коробочках, чтобы знать, что у меня есть. Здесь у меня они собраны по группам. Вот. И я всегда знаю, что если здесь начинаются свои паприка, значит, здесь и все. Здесь и сладкая паприка, и острые, и чили. И если я знаю, что здесь начинается камин римский, то есть тмин римский, так я знаю, что здесь обычный тмин, молотый и целый еще и римский камин. Вот. Так я храню то, что уже начатые специи, то, что всегда под рукой, на полочке лежат. А в такой коробке, которая привязывает Азербайджан, это просто коробочка, мне очень нравится, она из-под азербайджанского чая. И, конечно, давно здесь уже чай не лежит. И здесь лежат вот специи, которые, просто запасы специи, как бы, например, черный перец, его в двух видах, даже в трех, например, если сладкая паприка или тмин, все, вот по нескольку этих, как бы, пакетиков, чтобы не бегать, просто вдруг закончится, чтобы не бегать сразу в магазин, а чтобы у меня было под рукой, был запас специи. Теперь я хотела бы показать специи, которые конкретно использую, для чего использую. И, конечно же, многие специи, которые я в Азербайджане вообще-то никогда не использовала. В принципе, я в Азербайджане и не варила никогда, всегда готовила обеды моя мама. Это я уже тут начала, как бы, вынуждена была начать готовить еду, учиться, как это делать и какие специи добавлять, мало ли много, чтобы было вкусно. Вот эти специи индийские я привезла из Азербайджана. Там была такая индийская, как бы, выставка или ярмарка. И там был один, как бы, стол или магазинчик с разными специями. И вот я купила чикен масалу. Конечно, по-моему, срок год уже вот-вот уже подходит к концу. Но я использую только, когда готовлю здесь индийские обеды, блюда. Вот чикен масала у меня тут, тандори масала, чай масала. Чай масала очень прикольно, когда используешь его зимой для чая. Это специи для чая. Там гвоздика, кардамон, просто такие пряности, которые наполняют этот чай. Таким прекрасным ароматом и вкусом. И вот именно для зимы прекрасная вещь, конечно. Сразу согреваешься. Ой, всё упало, всё упало. Вот. И здесь ещё у меня есть универсальное масало. То есть она для всяких обедов. Если не хочешь как-то конкретно выразительный какой-то вкус, то вот универсальному салу и вкус всё равно Индии. Индийских блюд будет ощутим. А далее, конечно же, я использую и китайские приправы. Когда я приготовлю рис на китайский способ. Эти приправы мне привезли мои друзья, будучи в Китае в разных командировках. Вот это карри паудер с имбирём. Здесь тоже карри паудер и с имбирём, и с бадяном. Вот который, как звёздочка, это бадян. Кстати, бадян я использую отдельно тоже при готовке варенья или делании компотов. Вот. Эти два пакета я ещё как бы не использовала, но у меня здесь вот есть начатые, прищепкой заколотые. Вот та же самая, season salt, как бы. Она такая, должна была быть остренькая. И чили с мятой перечной, скорее всего, да. К сожалению, там всё написано только на китайском, и остальное можно догадываться только по рисункам, что там конкретно находится. Так, это меня раскололо, заколю потом. Далее я, конечно, использую шафран для приготовления азербайджанских блюд, для приготовления плова. У меня их даже целых три пакетика начатых. Что-то я привезла с Баку, что-то мы покупали тут. То, что на русском написано, значит, с Баку я привезла. Вот, я их тоже использую, но, конечно, только они такое специфическое предназначение имеют в моей кухне. Далее, конечно же, я использую, как и все, это лавровый лист для приготовления борща. Кстати, мой муж очень любит русский борщ, и я готовлю. Конечно, у нас и растёт лавровый лист, но когда я его полностью обираю, и уже на нём, бедном, нету листочков, то я хожу в магазин, покупаю зимой особенно вот такие вот. Так, продолжаем тему специи. Как вы видите, тут вторая часть стола. Это была первая, о которой я уже рассказала, а вот эта вторая. Меня позвали, поэтому мне пришлось остановить видео. Так, значит, вот здесь находятся специи, которые я очень-очень часто использую для приготовления чешских блюд. А я готовлю здесь очень часто чешские блюда, почти каждый день. И майоран – это настолько важная, как бы, трава, да, для приготовления здешних супов. Просто без майорана они просто не представляют себе никакой суп. Какой бы суп, например, чеснечка, да, чеснековый суп, или кулайда, или просто какой угодно суп готовлю. Муж хочет, чтобы там был майоран. Так что майоран у нас просто и растет, мы, как бы, летом используем свежую, да, траву. А вот зимой приходится покупать такое уже усушенное или сушу сама. Ну, конечно, как бы не сушу много этого, поэтому к концу сезона, к концу зимы уже покупаю. Потом тмин молотый очень-очень часто используется тоже во всех супах для маринада мяса, или мясо говядины, или свинину, и даже кролика. Вот тмин молотый очень популярный здесь, это вообще тмин, это как бы, без этого они просто не могут жить. Тмин целый, зернышки целые, семена они используются тоже очень часто, особенно, когда просто варят картофель, солят, да, воду, в которой варят картофель, и обязательно кладет туда тмин. Ну, обязательно просто, чтобы он взял вот эту всю ядовитость или коричь вот этого картофеля на себя, удар на себя принимает. А также тмин римский, он очень специфический, он очень, как бы, по вкусу и по запаху отличается от обычного тмина. И, конечно же, просто очень придает такой аромат и специфический вкус еде, поэтому тоже я его часто использую. Хотя его найти не так легко бывает. Вот, например, в обычных магазинах везде, где хочешь, может быть вот этот тмин целый, молотый. Но римский, это просто иногда нигде не найдешь вообще. Мне в этот раз повезло, приблизительно неделю или две недели назад я заходила в магазин, и там был человек, который продавал вот так, ну, поставил просто стол, или, как сказать, палатку, и продавал разные специи. Я спросила, если есть у него римский кмин, он сказал, что вот последний пакетик остался. Вот так раскупает, что вот последний пакетик, я только, я сразу бы схватила его, все, обязательно беру. Далее, конечно же, вот эти специи, паприка острая, паприка сладкая, это используется очень часто для приготовления тоже супов. И когда готовится курица, например, что вот красный соус сделать, красный такой прекрасный цвет, то вот это используется, и вкус, конечно, они продают такой специфический. И чили, вот эти три вещи я использую тоже часто. Черный перец целый, конечно, для маринования мяса. И белый перец, белый перец я использую редко, он используется, как бы, когда что-то маринуется в вине, например, или просто для мяса тоже используется, как бы, часто. Но я, как бы, с ним осторожно, осторожно его использую, потому что ничего не привыкла совсем к нему. Вот, здесь, конечно же, без этих специй не обойтись. Это корица целая, гвоздика и мускатный орех. Значит, вот гвоздика, гвоздика и корица используются очень часто для приготовления, так называемого Гринтвейн, то есть красное горячее вино. Оно, конечно же, везде его можете выпить именно вот на ярмарках перед Рождеством. Там везде, и в Германии, и тут, в Чехии очень часто это продается. И вот там вот эти специи. Конечно, продается и вот такая готовая смесь этих специй. Вот так и написано сварженное вино. И тут уже смесь целых специй. Вот здесь ободьян, корица и гвоздик. Это три специи, которые обязательны для приготовления этого напитка. А мускатный орех я, конечно, использую для придания аромата и специфического вкуса супам. Особенно, когда суп готовится из тыквы. Из тыквы, и недавно я готовила суп из... Я забыла, из чего я сам готовила суп. И туда тоже... А, из брокколи. Суп из брокколи. Он такой сметановый, кремовый суп из брокколи. Туда вот надо придать, прибавить мускатный... Как придать? Добавить. Добавить мускатный орех. Вот. И просто шикарно. Просто супер. Конечно же, я еще использую мускатный цвет. Цветок. Цветок. Тоже. Вот. И еще есть такая группа у меня специй, которые я привезла с Азербайджана. И использую их по назначению редко, как бы. Потому что не всегда готовлю азербайджанские блюда. Но если готовлю, то, конечно же... И вот сейчас я поеду в Баку. И... Ну, как сейчас. Осенью поеду в Баку. И, конечно же, привезу опять вот это. Вот у меня начатый кардамол. В принципе, уже заканчивается. Я его использую для... Когда готовлю овощи или мясо, или какие-то... В основном смесь овощей и мяса. И я вот овощей и мяса, и вот я туда придаю вот этот кардамон. Вот это на азербайджанском тминон римский. Вот именно тмин написан, но он римский. И когда я здесь не могла купить его, не знала, где конкретно его найти, то я с Азербайджана лучше сразу привезла. И вот у меня пакетик еще с того раза поездки. Это сумах. Я его использую тоже для приготовления или запекания овощей в духовке. Вот туда насыпляю. Он как бы используется также для приготовления кондитерских изделий. Но я его использую для приготовления овощей. В принципе, не скажу, что он дает какой-то специфический вкус или аромат. Но что-то, да, наверное, придает. Хотя я как бы в этот раз его уже покупать, привозить не буду с Азербайджана. А вот барбарис, по-нашему, зеренч, он у меня достаточно часто используется. Особенно, когда я приготовлю плов, узбекский плов. То я барбарис туда сыплю довольно-таки много. И вот у меня вот этот пакетик последний. Так что я его пока как-то экономлю. Но до октября месяца я его, конечно же, зарасходую. И куплю новый в Баку. Привезу целый пакет разных специй. Особенно тысячеголов. Я не знаю, если знаете такое, то это семена растений тысячеголового. Оно у меня здесь отсутствует, этот пакетик. Потому что он у меня закончился. Я выкинула пустой пакет. Я его использую обычно, когда готовлю печеное что-то. Особенно печеное, соленое, да, с соленой начинкой. То сверху нацепляю этот тысячеголов. И он придает прекрасный аромат. Просто супер. Пахнет, опять говорю, на целый дом. И это такие маленькие черные семена. Такие маленькие-маленькие, мелкие. И у меня был только лишь один пакетик. Я его уже израсходовала. И теперь в Баку куплю, конечно, минимум пять. Муж сказал, покупай как минимум пять пакетиков, чтобы тебе хватило до дальше поездки. Вот и всё. На этом я заканчиваю своё видео. Это был обзор на все мои специи, которые я использую активно на своей кухне. И надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, кому-то будет полезно оно. Если какие-то вопросы или комментарии, конечно же, пишите, задавайте вопросы. Если смогу, отвечу. Или буду изучать этот вопрос дальше. И всего вам хорошего. Удачи. И до свидания.